Диалог в студии. Программа в эфире Гагаузского радио. Для вас работает Валентина Чубан и звукооператор Павел Арноут. Гагаузия вступает в избирательную кампанию. 19 сентября состоятся выборы в Народное собрание Гагаузии о том, насколько результативным оказался шестой созыв. Будем говорить со спикером законодательного органа автономии Владимиром Коса. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. И нашу беседу предлагаю начать с обсуждения последнего заседания, которое состоялось 16 июля. Было включено в повестку дня много вопросов. Был принят закон во втором чтении, о нем тоже будем говорить. Но для начала интересно узнать у вас, какие изменения были приняты в закон о бюджете на этот год. Хочу сказать, что была очень продуктивная работа. Было 8 вопросов и были приняты 3 законопроекта. Также было принято 5 постановлений. Хочу сказать, что изменения касались и бюджета Гагаузии на 2021 год. А именно было распределение кап вложений 15,3 миллиона лей, которые пришли нам с республиканского бюджета. И хочется отметить, что те 4 населенных пункта, которые не были включены предварительно в распределение, а это именно Копчак, Авдарма, Джолтай и Дизгинжа. Коллеги, комиссия рассмотрела эти вопросы, предложила исполнительному комитету включить эти села. Было распределение на число с жителей населенных пунктов, справедливое распределение по этим 4 населенным пунктам. Поэтому учли их тоже, для того, чтобы каждый населенный пункт получил капитальное вложение. Было много споров. Я хочу сказать, что и поблагодарить Федора Петровича Аниоглу, потому что все-таки комиссия рассматривала этот вопрос, подошла правильно к этому распределению. Потому что когда не учли 14 населенного пункта, именно предложение и его, и Александра Григорьевича Тарнавского было учесть эти изменения. Поэтому комиссия пришла к своему выводу и обратились в исполнительный комитет. Путем диалога с исполнительным комитетом, лично с Башканом Гагаузи имел разговор на эту тему, получили понимание. Каждому селу было уделено внимание и финансирование, поэтому депутаты проголосовали. Был 21 голос, поэтому надеемся, что закон подпишут, и он вступит в действие эти изменения. Также был на повестке вопрос о сохранении и развитии водных и лесных ресурсов. Это также инициатор был Аниогу Федор Петрович. Я хочу сказать, что он как раз этот законопроект поставил, как бы вовремя было его предложение, потому что являясь не только депутатом народного собрания, а еще являясь руководителем, сельхозруководителем, лидером в своем населенном пункте, который обрабатывает более тысячи гектаров земли, столкнулся с этой проблемой и, зная эту проблему изнутри, объяснил депутатскому корпусу. И хочется отметить, что депутаты в этой проблеме разбирались не долго, а оперативно. Хотя законодательство больше года лежало в народном собрании, в последнее время сама ситуация показала нам, что мы должны этот законопроект принять. Ведь мы видели, в прошлом году была засуха, в этом году обильные осадки. Поэтому к этому надо подходить четко и точечно. Ведь уже не секрет, что продукты питания в ближайшие пять лет будут дорожать. Они дешевле не будут. И сегодня дефицит продуктов питания, именно в этом тоже подразумевается то, что сами климатические условия диктуют нам правильный подход обратить внимание именно на сельское хозяйство. Поэтому мы должны понимать, чтобы мы не были экспортерами, а наоборот были импортерами сельхозпродукции. Либо как минимум в достаточном количестве обеспечивали сами себя. Могли обеспечить, но для этого нужен точечный подход. И вот как раз этот законопроект, он стимулирует то, что мы должны делать и водными ресурсами, и по посадке лесных насаждений, по сбору воды. Поэтому я думаю, что этот законопроект, который смотрит в будущее, а не в прошлое, даст свои плоды. А мы уже должны понимать, что нам надо смотреть наперед, на перспективу, чтобы нашим жителям было легче, чтобы вот этот законопроект, который мы принимаем, в первую очередь шли на благо развития региона, на благо развития Гагаузии, и чтобы мы двигались вперед. Поэтому я очень благодарю за Федора Петровича, что он вовремя инициировал этот законопроект. И не могу не отметить также уже в контексте этого законопроекта, если мы уже говорим о будущем, я не могу не отметить еще одного коллегу, это Захария Сергея Константиновича, ректор Камрадского государственного университета, который тоже обсудил вопрос с мусором. И он сегодня активно работает как раз над этим законопроектом, и я даже думаю, что на перспективе следующего заседания уже этот вопрос будет обсуждаться, потому что не секрет, что в каждом населенном пункте очень много мусоросвалок есть, и эти мусоросвалки меньше не становятся. Мусора всегда становится все больше и больше, его меньше не становится. Поэтому мы должны обратить внимание и на проблему мусора, не оставлять ее на потом, что она решится сама собой. Сама собой эта проблема не решится. Поэтому я хочу ему сказать спасибо, что он тоже почувствовал эту проблему и выходит с инициативой, и думаю, что буквально скоро мы будем обсуждать проект, связанный именно с сбором отходов мусора. Поэтому будем надеяться, что это тоже на перспективу даст свои плоды. Потому что эти проекты смотрят в будущее. Это самое главное. Также был обсужден законопроект о изменении в избирательный кодекс. Хочется отметить, что инициатива Александра Григорьевича Тарнавского в контексте окружных избирательных округов, чтобы мы аннулировали, чтобы не было окружных, чтобы у нас есть ступени. На местном уровне есть еще окружные и потом ЦИК. И чтобы в целях экономии он предложил эти окружные аннулировать, чтобы их не было. В принципе, это приводило к тому, что почти миллион не экономился. В контексте обсуждения этого вопроса в мае месяце я зарегистрировал изменения, которые прошли комиссию. А касались изменения именно то, что жители, которые временно прописаны в населенном пункте, голосуют по месту постоянной прописки. Если у тебя стоит временно какой-то населенный пункт, ты идешь голосуешь там, где ты прописан постоянно. Было много споров, было много дискуссий. Вы знаете, что мы и раньше принимали закон о оседлости, где предлагалось, что человек, который прописан за год, должен предоставить, если хочет голосовать по месту жительства, то он предоставляет документ о право собственности. Ну, судебные инстанции этот законопроект отменили, и эти изменения не прошли, так как суд отменил их. Увидели мы, что это произошло, и поэтому была зарегистрирована инициатива о временных прописках. Я предвидел то, что будет, и то, что произошло в селе Буджак. На парламентские выборы все это видели. И кто это все делал, для кого это все привозилось. Вы говорите о подвозе избирателей. Совершенно верно. Я говорю о подвозе избирателей, не проживающих в селе Буджак, которые пришли, голосовали, не знали, где они голосуют даже. Которые, я думаю, из 398 человек, которых привезли, я думаю, больше 300 первый раз были в селе Буджак. Первый раз они приехали именно на избирательный участок. Это было видно по их лицам, Это было видно, как они смотрели вокруг населенного пункта. И самое главное, мы понимаем, кто это сделал и для чего это сделали. В первую очередь, этот человек, который это делает, увидел, что у него нет поддержки в самом населенном пункте. Он не может... Получается, каждый кандидат должен представить свою программу, свое видение развития населенного пункта, свое видение развития Гагаузии, для того, чтобы получить поддержку избирателей. Проанализировав, что в этом населенном пункте поддержки у него не будет, человек прибегает к комбинациям. Обычно это делают те, кто привыкли к комбинациям. Так вот, поэтому идут комбинации, прописываем в одном доме более 500 человек, и мнение жителей будет уже другое. А у нас в законе четко прописано, что каждый населенный пункт имеет своего представителя в Народном Собрании путем голосования в выдвижении депутата Народного Собрания. Если человек прописывает туда половину жителей ненаселенного пункта, которые не знают вообще, что происходит в этом населенном пункте, что делается, как оно развивалось, что там было, как там сегодня, они голосуют за деньги, они голосуют так, как им говорят, чтобы с работы их не выгнали, чтобы получить пару копеек. Это тоже для кого-то ощутимо. Поэтому и депутатский корпус 21 голосом поддержали эти изменения. Это я сейчас не говорю сегодня о селе Буджак. Я сегодня говорю о Гагаузе. И когда человек делает нарушения и видит, что он остается безнаказанным, он потом сделает еще больше нарушений. Потому что надо пристекать такие вещи. Мы обратились в компетентные органы после парламентских выборов, чтобы дали оценку происходящему. Потому что нельзя оставлять это на самотек. Я очень рад, что депутаты Народного Собрания поддержали мою инициативу, связанную с этими изменениями. Я благодарю каждого. И увидим, как сейчас будут прописывать на постоянно или будут обжаловать. Но парадоксально еще, что когда мы приняли изменения, касали которые оседлости, цен за оседлости, их обжаловали именно жители Павлова 5, которые не проживают в селе Буджак. Которые просто прописаны. Значит, всей Гагаузии все нравилось, все устраивало пару месяцев. А перед выборами три человека, которые не проживают в селе Буджак, а просто прописаны, обжалуют данный законопроект. Видите ли, их право ущемлено. В чем? Из судебной инстанции. И судебная инстанция отменила. Но вы вернулись к рассмотрению этого вопроса. И успеваете ли вы принять изменения, Владимир Михайлович? Так мы вот их приняли. В пятницу законопроект. Наши изменения промульгированы Башканом Гагаузии. В итоге осталось три окружных избирательных. Это Чедерлунга Камрад Вулканешты. Депутатский корпус поддержал. Также отменили временные прописки. Так что жители, которые временно прописаны в населенных пунктах, голосуют по месту основной регистрации. На сегодняшний день этот закон вступил в законную силу. Поэтому я надеюсь, что выборы будут проходить честно, где будет борьба идей, где будет борьба программ, предложений, но не махинаций путем прописывания людей в каких-то населенных пунктах. Ведь это сегодня сигнал для других, когда они прописывают. Человек увидел, говорит, если там все прошло, а почему бы нам в каком-то маленьком населенном пункте из молдавских населенных пунктов не прописать 200-300 человек. И все, этот человек и этот населенный пункт просто больше не будет иметь своего представителя. Появится человек, который просто прописал туда за понятно, бесплатно никто не прописывает. И эти люди приходят на голосование не бесплатно. Никто просто так с Тамая не приехал в село Буджак голосовать. Никто просто так с Камрата не приехал. У нас зафиксированы все машины, которые возили, по несколько раз приезжали. Зафиксированы, как они выходили с машины, как приходили на участок, как люди говорили, что я переживаю, не снимайте меня, потому что меня заставили меня выгонять с работы. У нас все это зафиксировано. Есть видео, если кому-то надо, мы можем предоставить. Теперь с принятием всех этих изменений в избирательный кодекс, Владимир Михайлович, на предстоящих выборах в Народное собрание вы рассчитываете не увидеть такую картину? Какую наблюдали на парламентских? Я рассчитываю в первую очередь на то, чтобы каждый населенный пункт имел своих избирателей, которые живут в населенном пункте и голосовали местные жители, которые ходят в школу, которые ходят в саде, которые ходят по этим дорогам, пользуются инфраструктурой. Которые решают судьбу своего населенного пункта. И которые решают судьбу населенного пункта. А не так, что одно предприятие прописало в другом предприятии и начинается этот вопрос. А мы знаем о ком речи, просто не хочу говорить, но все все понимают. Спасибо. Мы работаем в прямом эфире. 2.49.60 номер студии. Владимир Михайлович, поступил первый звонок. Предлагаю выслушать нашего постоянного слушателя Кирилл Кириллович Статов на линии. Здравствуйте, Кирилл Кириллович. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте, Кангас Кирилл Кириллович Статов есть такой. Слушаем вас. Я хочу напоминать вот этому человеку, вы напоминаете, я не могу, не надо хвалить, что к Майдану, Буджак, Десгинжа, Гагузи и знает вас. И не затрудняйтесь говорить халва, халва. Сладче во рту не станет. Можно хвалить Кангас, Гереша Старда, остальное все ерунда. Так, у меня вопрос. Почему с 18 депутатом не занимается прокуратурой, в том числе и вами, и с полкомом Гагузи за отмену питания детям? Ведь голодный ребенок это больной ребенок. Это первый вопрос. Запишите, чтобы могли бы отвечать. Второй. Почему не было выделено в бюджет денег для содержания школы интернат в Гангазе? Это было примерно определено где-то 5 миллионов лев. Школу закрыли, как передали в Кишинево-Балансе к Гагузии, так и школу закрыли. Вы как председатель, почему не озаботились не отмене питания, а вот открытие вот этой школы и будет открыта эта школа и в этом году? Спасибо. Спасибо. Уважаемый радиослушатель, конечно, это ваше мнение, очень каждый имеет мнение высказывать свою точку зрения. Что касается питания детей, я хочу сказать, что этот законопроект был принят в 18-м году, был принят депутатами 6-го созыва, его никто не отменял. Этот законопроект, этот закон принят, он приостановлен в бюджете 21-го года. Но депутаты народного собрания, и он может быть возобновлен путем внесения изменений в бюджет 21-го года. И это может произойти, когда у нас пополняемость бюджета будет расти, а мы видим, что пополняемость бюджета идет, и мы на сегодняшний день видим, что урожай хороший, сельхозлидеры показывают хороший урожай, поступаемость налогов будет расти, соответственно, если в бюджете будут деньги, этот закон не отменен. Я хочу, чтобы наш радиус улучшить, понимал, что он не отменен, он приостановлен, это разные вещи. И он действует приостановлении только до 31-го декабря, что подразумевает бюджет 21-го года. Также депутаты народного собрания, как внесли на прошлом заседании, изменения в бюджет 21-го года, где были распределены капитальные вложения, где были распределены четыре населенных пункта, о которых я говорил выше, это было после того заседания, о котором сейчас говорит радиослушатель. Поэтому следующее заседание, если будут корректировки в бюджете, если будут поступления, обязательно, поверьте мне, детям в первую очередь возместят то, чтобы питание было. Наши дети начинают ходить в школу с 1-го сентября. До 1-го сентября поступаемость налогов однозначно будет. Поэтому изменения внести никакого труда не составит, и никто из депутатов не будет против. Это была мера, как на сегодняшний день было рассмотрение бюджета, было еще в мае месяце, когда вы прекрасно знаете, когда бюджет был долго рассмотрен. Поэтому постепенно, постепенно к этому придет. И когда у нас будет поступление налогов, к этому вернуться этот законопроект не аннулирован, он приостановлен, это разные вещи. Так же приостановлена программа освещенная. Совершенно верно, это все приостановлено. Никто эти программы не отменял. Все эти программы, что касается интерната, я сегодня не могу сказать конкретно по бюджету интерната, но я изучу и лично отвечу, если надо будет радио слушать. Спасибо. Очередной звонок принимаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я звоню, ну конечно. Мы живем в девятиэтажке, пять подъездов. И мы, представьте себе, уже третью неделю мусорку не забирают. И сам примар говорил, что извините, ну видно там не платить или как, я не знаю. Но мы страдаем здесь. Скоро будут эти, как его, и, 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 и черви скоро будут. И все, все, что хочет здесь скоро будет. А выбросить, как, когда это они уберут, мы не знаем. невозможно ни во дворе сидеть, такой жару, это само побытье, подошло в подъездок, тоже больно такой. И крысы, и все будет здесь. Спасибо. Также хотелось бы радиослушательнице нашей ответить, что это произошло после 11 июля, после выборов, потому что до этого мусор вывозился, насколько я знаю. Тоже были прецеденты, блокировали не раз счета ЖКХ города Вулкани, конечно. Ситуация действительно сложная в городе. Здесь в первую очередь, конечно, есть в каждом населенном пункте, есть и примария, и советники, которые сегодня голосуют, распределяют бюджет именно города. Я думаю, что мы возьмем, как говорят, на карандаш эту ситуацию, потому что это действительно проблема с вывозом мусора. И я вот выше говорил, что мусор, мусора меньше не становится, мусора становится только больше, потому что отходов меньше не становится. Поэтому мы эту ситуацию возьмем на контроль. Я свяжусь с Примаром Вулкани, что знаем, в чем там ситуация, что происходит после нашей программы. Но мы в курсе этой ситуации. Спасибо. Владимир Михайлович, шестой созыв поставил своего рода рекорд в исполнении срока мандата. В январе текущего года вы должны были сложить свои полномочия, но по ряду причин, связанные они с принятием бюджета, и с утверждением дата выборов сложение полномочия как-то откладывалось. До сих пор вы исполняете свои моменты. Скажите, какие положительные стороны в этом есть? В том, что вы так долго исполняете мандат, вы и ваши коллеги. Хочется, конечно, сказать, что ни один из депутатов не хотел продлевать свой мандат, и вы все прекрасно помните, что мы назначили дату выборов. Первоначально была 4 апреля дата, где мы улаживались во все сроки. После этого ряд депутатов предложили отменить в связи с тем, что не принят бюджет и не будет источника финансирования и избирательной кампании, что повлекло за собой отмену выборов до 16 мая. Дата выборов была назначена 16 мая, чтобы не пересекалась с пасхальными всеми праздниками, но вы известны всем и все помнят, как произошло. В период избирателя кампании парламент республики ввел ЧП в стране, в республике Молдова, где четко прописано, что нельзя проводить выборы и пришлось народному собранию согласно закона отменить свое постановление, назначить даты выборов. Кстати, это постановление было обжаловано тоже в суде и суд высказался, что мы сделали все правильно, что нельзя прерывать процесс или если он начался, то он идет до конца 60 дней не прерывается. Поэтому избирательная кампания, которая начинается буквально через пару дней, она должна быть непрерывной, она должна начаться заново. Заново кандидаты берут подписные листы, все регистрации, которые были выше, зарегистрированы все кандидаты, я в том числе был зарегистрированный, они все аннулированы Центральной избирательной комиссии и сегодня процедура запускается заново. заново наши жители, кандидаты, кто хочет быть депутатом народного собрания, пойдут своему избирателю и будут собирать подписи в поддержку того или иного кандидата. Я считаю, что это никакого труда не составит нашим кандидатам лишний раз пообщаться со своими избирателями и в поддержку свою получить подписи. Очередной звонок принимаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Можно задать вопрос? Да, пожалуйста, вы в эфире. Хотелось бы председателю народного собрания задать вопрос. Уже зима закончилась, а за два месяца за холодное время башканские деньги еще людям не выдавали. Каждый год делают так, что один месяц или два не выдают и как людям жить дальше. Компенсация за холодный период не выплачена, я так понимаю, да? Спасибо. Насколько я знаю, компенсация выплачена. Это ваша информация, да? Насколько я владел информацией, компенсация была выплачена. Может обратиться радиослушатель на почту и убедиться, что если есть какие-то может ошибки в этом распределены, насколько я владел информацией, компенсация была выплачена. Спасибо. Владимир Михайлович, мы говорили с вами о том, что в связи с этой ситуацией с бюджетом были приостановлены некоторые программы, в том числе о питании детей в школах, но принят закон о сохранении и развитии водных и лесных ресурсов. Вступит он в силу с 1 января 2022 года и ассигнования должны составлять 2,5 миллиона Леев. Рассчитываете, получается, вы с коллегами на то, что ситуация экономическая в регионе станет лучше, раз уж предполагаете такие средства выделить на эти цели, при том, что эти программы приостановлены? Конечно, мы рассчитываем, что ситуация в Гагаузии будет лучше, это и показывает урожай, по собираемости налогов будет, конечно, ситуация лучше, но в первую очередь мы должны сегодня работать на перспективу, наперед, мы смотреть должны вперед, мы должны привлекать сегодня инвестора, который придет сегодня в Гагаузию, который будет сегодня инвестировать, ведь сегодня Гагаузия это хорошая площадка, мы показали, что мы можем привлечь инвестора, и инвестор приходит к нам, мы должны сегодня в первую очередь развивать населенные пункты, чтобы наши жители из сельской местности оставались у себя дома и чувствовали себя как в городе, ведь не секрет, что наши дети едут учиться за границу, находят там работу и работают, ведь они могут за границей работать и показывать хорошие результаты, мы должны сделать все, чтобы они когда обучились, вернулись домой и работали здесь, ведь сегодня очень много есть инвесторов из России, из Европы, пускай это будет из Китая, откуда угодно, наши двери в Гагаузии открыты для любого инвестора, и как есть еще говорят, деньги любят тишину, чем больше будет инвесторов в Гагаузии, тем больше будет рабочей работы для нашего населения, и чем больше наши жители будут работать, тем больше будет налог, и будет пополняться и бюджет и Гагаузии, и республики, от этого мы пойдем только вперед, мы должны сегодня инвестировать в первую очередь в регион, для того, чтобы мы шли вперед. Спасибо, еще один звонок принимаем, наденьте наушники, Владимир Михайлович, здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире, ваш вопрос, пожалуйста, слушаем вас, алло, здравствуйте, алло, здравствуйте, это фулканер, звонок, мы хотели узнать насчет мусора, мусором мы завалены уже по уши, везде крысы, везде кошки ходят, везде собаки видят, мусор разносят по всему городу, возле садика, возле садика мусорки разнесли весь мусор возле садика, представляете, там дети, возле восьмого садика полно мусора, никто не убирает, когда это будет решаться, это надо сегодня решать, это ваши специалисты все делают с премами, спасибо, будьте корректны, пожалуйста, уже этот вопрос мы обсуждали, и я уже отвечал, что мы возьмем на контроль эту ситуацию, ну конечно, я зачитаю мнение нашего слушателя, который поступил на электронную почту ГГУ с радиусом собачка mail.ru была система мелиорации, оставленная нам Советским Союзом, все бетонные плиты растащены, трубы до сих пор выкапывают и распродают, я не говорю, что виноваты в этом депутаты, я о том, что надо беречь то, что имеем, очень сложно будет все восстановить реки и леса, прежде всего нужны законы карательные, согласие лесников и зачастую даже их руками бесконтрольно вырубаются деревья, вот откуда нужно начинать, экологи должны штрафовать тех, кто выбрасывает мусор и вырубает деревья, у нас же наоборот, куча комиссий, все по кабинетам, а как инспектировать и обходить местность, то некому. Такое вот мнение от нашего слушателя. Я, знаете, соглашусь с нашим радиослушателем, потому что если мы не начнем наказывать за, если не будем санкционировать тех, кто наносит ущерб и природе, и по мусору даже связаны с этим, то оно, я же буквально выше говорил, безнаказанность порождает еще больше безнаказанности. Человек, если понял, что ему все дозволено, он дальше делает еще хуже. Но вот слушатель говорит о карательных законах, как вы к ним относитесь. Жесткие меры. Я отношусь положительно. Правильно, надо сегодня поставить во главу угла закон в первую очередь, потому что и наши экологи, и лесники, они сегодня заинтересованы в первую очередь для себя, а не для региона. Поэтому, если мы начнем санкционировать эти все вещи, и наши жители поймут, что за то, что они вырубили дерево, мало того, чтобы он получил штраф, надо еще заставить его, чтобы он посадил, и это все проверить. И тогда он начнет думать, а стоит ему это дерево вырубать или нет. Ведь сегодня посадить дерево это одно, но пока это дерево вырастет, срубить оно рубится за 15 минут, а такое дерево, которое срубили за 15 минут должно 15-20 лет расти. Поэтому мы должны понимать те вещи. И вот этот законопроект, о котором мы говорили выше, я думаю, он на перспективу даст свои результаты. Я уверен в этом. Мы должны сегодня смотреть будущее. Спасибо. Еще один звонок принимаем. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло, здравствуйте, Владимир Михайлович. Это ветеран Чешмоджей Сибовых структур. Владимир Михайлович, ответить честно, и кто же на вас затягивает на что вопрос? По компенсации ветеранам. Вы прекрасно, я хочу сказать, что он прекрасно знает ситуацию с этим законопроектом, где было мнение, где сами, сами же ветераны не пришли к своему мнению на комиссии, сколько они хотят, чтобы им выплачивали. И этот вопрос так и остался в стенах народного собрания. Подходили ветераны с этим вопросом, я сказал, что уже этот вопрос будет обсужден на комиссиях и должны прийти к общему знаменателю по выплатам в месяц. Потому что они тоже должны понимать, что деньги нельзя просто сказать цифру, но не обосновать, откуда она может быть взята. Можно говорить сколько угодно, можно сказать и 10, и 20 тысяч, но если мы ее не подкрепим и не объясним откуда мы ее возьмем, оно так и будет просто слова. Поэтому я и сторонник был и им всем говорил в лицо, я не хочу вам просто обещать и не сделать. Я им тогда предложил, давайте мы определимся с конкретно суммой и это поддержат все депутаты. Ну, так получилось, что предложили 4 варианта и не прошел ни один. Этот созыв еще успевает вернуться к рассмотрению? Думаю, еще уже не успеет. То есть надо полагать, что заседание 16 июля оно было последним. Нет, мы можем до избирательной кампании еще 2 месяца и в принципе если депутаты посчитают нужно, что нужно собраться еще раз, то мы в состоянии это сделать. У нас мандат действующий, каждый депутат является депутатом до следующих мандатов, которых утвердят. Мы не имеем права вносить изменения только в уложения. Все остальные законы мы можем принимать. Никаких проблем. Еще один звонок. Здравствуйте. Алло. Слушаем вас. Вы в эфире. Здравствуйте. Я хочу спросить насчет тепла. Только январь и февраль выплатили за амарт не выплатили. Вы не в курсе? Давайте я изучу этот вопрос и вы оставьте свой номер телефона, я с вами свяжусь. Если вам мои коллеги запишут координаты. Да, напишите координаты, я свяжусь. Обязательно узнаю. Я знаю, что выплачивали, поэтому я и говорю. Владимир Михайлович, зачитаю сообщение, которое поступило на почту. Здравствуйте. С супругом покупаем дом по программе Елькьев. Слышали, что финансирование будет прекращено. Скажите, так ли это? Мы на стадии сбора необходимых документов. В случае, если мы все оформим и станем полноправными участниками программы, каковы гарантии, что Республика Молдова и Гагаузия выполнят все свои обязательства? Мы рассчитываем на поддержку властей. Конечно, буквально на прошлом заседании у нас был вопрос в повестке о поддержке молодых семей приобретения жилья, где мы заслушали отчет, сколько человек получили по программе Илькьев, первый дом. Я хочу сказать, что на сегодняшний день, если человек эту программу уже вошел и она сегодня действует, то ее не могут приостановить, если он уже получил ее. И обратитесь в банк, который сегодня предоставляет по этой программе кредит, потому что это своего рода кредит, если он попадает в эту программу, то Гагаузия тоже 50% дает по своей программе. Поэтому эта программа действует в рамках Гагаузии. На сколько лет она принята, Владимир Михайлович? На сегодняшний день она действует. Действует. И если... О приостановлении речи не шло в законодательном жилье. Мы это не обсуждали. У нас об этом даже речи не было, чтобы приостановить программу Иль-Киев. Поэтому я порекомендовал бы обратиться в банк, узнать, какая ситуация, что касается на уровне республики. И когда документы все готовы, они пойдут эти документы и получают оттуда программу Первый дом, то они автоматически попадают и к нам. Спасибо. Еще один звонок принимаем. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Вы в эфире. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло. Вопрос такой, Валентина Ивановна. Алло. Слушаем вас. Наш гость вас внимательно слушает. Владимир Михайлович, председатель Народного собрания ГГУЗИ. Я понял вопрос. Оплата за санночистку села, я так понимаю. Я понял вопрос. Еще один вопрос. А, еще один. Спасибо. Понял. Уважаемый родитель, я хотел бы отметить, что если ваш ребенок не прописан на селеном пункте, надо обратиться в примарию села, потому что это компетенция именно в примарии. На совете они решают, какая будет оплата за вывоз мусора. Это местная власть, которая в рамках села решает. Поэтому я спросил, какой населенный пункт. Поэтому я бы ей посоветовал обратиться к примару. И тарифы, и план вывоза мусора. Все решает местный совет. Да, это компетенция местного совета. И мы не должны выходить за рамки компетенции местного совета. Поэтому я посоветовал бы ей обратиться именно к примару села за разъяснением. Она может к нему обратиться в письменном виде, и он был обязан ей ответить. На какой закон сошлется он, на что сошлется примар, она может увидеть в ответе. Также слушательница возмущена относительно тем, как выделяется помощь от примарии, я так поняла. Точно с этим же вопросом можно в письменном виде обратиться к примару и узнать, почему она не получает помощь, в чем проблема. Это все в рамках примарии. Есть четкие критерии. Есть четкие критерии. Хочу сказать, что также есть резервный фонд депутата Народного собрания, которые выделяют тоже помощь. Но Казаклея не имела депутата Народного собрания, так как депутат был избран в парламент. Но обращение было от примара, от советников, и мы через президиум выделяли эти деньги. Действующие депутаты парламента обращались, и эти деньги выделялись. Если есть конкретный случай, вы можете тоже написать. Но просто уже, если будет заседание, то можно рассмотреть этот вопрос. Мой телефон я могу озвучить, и вы можете мне позвонить, и я подскажу, как это все сделать. 07-947-5404, если нужен мой телефон. И радио слушать. Спасибо, Владимир Михайлович. У нас есть еще время до завершения программы. Хотелось бы поговорить еще и о вашем населенном пункте, от которого вы уже три созыва являетесь депутатом Народного собрания. За это время совместно с местными органами власти вы реализовали не один крупный проект, самый крупный из которых, на мой взгляд, это прокладка канализационной системы. Вы претендуете на звание первого населенного пункта, первого села в автономии, в котором есть 100% канализации. Как вам это удалось? Насколько мне известно, в одной части села проект реализован по программе СЛПА, а что удивительно, во второй части села более 6 миллионов леев выделены на это исключительно из бюджета населенного пункта. Как вам это удалось? Интересно узнать. Я хочу сказать, в первую очередь, это удалось нам благодаря нашим жителям села Буджак, за то, что они такие сплоченные, за то, что они в первую очередь поверили команде, которая пришла еще в 2008 году, и мы доказали, что мы можем не просто говорить, мы доказали, что мы можем сделать. И мы сделали. Это работа и примара, и совета местного, и депутата, и наших жителей. Ведь каждая реализованная программа, проект была обсуждена с нашими жителями. Мы изнутри знали все, что нам нужно в национальном пункте и поэтапно подходили к проблеме. Если сегодня была проблема в канализации, а канализация была, это серьезная проблема, потому что она и текла и вдоль дороги, и мы направляли, уходили из этого, и мы чистили в этажках, и есть подъезды, которые не могли зайти, просто некоторые забывают, что они не могли попасть в свой подъезд. Сегодня хорошо, чисто, красиво. А были моменты, когда они даже не могли попасть в подъезд, а шли по камням. И я лично приводил, и для того, чтобы им почистили, для того, чтобы машина приехала, а осенизаторская была очень большая проблема. Но я всегда говорил нашим жителям, не надо лишь бы делать. Мы, если будем делать, мы будем делать качественное и новое. Я считаю, что это правильно. Потому что реставрация не привела бы ни к чему хорошему. Ведь канализация была в селе только в одной части, и то не в полной этой части, одну улицу она не охватывала. Это еще осталось нам подарок от Советского Союза, которая просто постепенно, где-то рыли газ, испортили, где-то рыли водопровод, испортили, где-то рыли молотелеком, испортили, где-то что-то кинули, забили, тоже испортили. И потихонечку она пришла в негодность, и просто уже неактуально было ее реставрировать. Тогда, когда вот эти все проекты шли, мы постепенно шли. И реализация проекта по садику, и реализация проекта ДК, водопровода. Мы всегда говорили, давайте мы пойдем постепенно. Справедливо сделаем водопровод. В одной части сделали, потом сделали в другой части. Потом сделали в одной части скважину, потом в другой части села скважину сделали. Также сделали и с башней. Делалось все постепенно, Потому что каждый житель знает, что за раз все сделать невозможно. Но сегодня я могу с поднятой головой ходить по селу, потому что все, что мы обещали, наша команда, мы эти планы реализовали. Много еще предстоит сделать, потому что в планах есть озеленение села. И я хочу поставить на это акцент очень высокий, чтобы мы дали акцент экологии. Потому что была проблема с речкой. Этот проект тоже мы реализовали. И у нас буквально пару лет назад в селе речки не было. Она просто сравнялась. Просто ее не было, она исчезла. Заеделась постепенно, постепенно. И на сегодняшний день вырыта речка, восстановили ее русло. Река Элпок. Совершенно верно. В черте села она очищена. В черте села полностью очищена. Ну, конечно, хочется и дальше пройти вдоль озера. Постепенно эти проекты будем реализовывать. Сегодня очень много проектов реализовано в нашем населенном пункте. И наши жители это видят. Это и подстегивает наших оппонентов понимать, что честно, они не смогут противостоять этой избирательной кампании. Поэтому они прибегают к методу прописки, манипуляции, подкупа. Потому что они понимают, что сегодня мы работаем для села. Мы не работаем для кого-то. Мы знаем, что мы делаем. И мы знаем, как мы это будем делать. Мы не ходим, не фотографируемся. Мы просто делаем. И каждый житель знает, откуда это и как это сделано. Ну, недовольные всегда есть, были и будут. Не надо от этого отходить. Поэтому я надеюсь, что жители села оценят работу, которая была сделана с 2008 года. Они помнят, когда мы пришли, как не было воды. Как возили с жижиком. Они помнят, кто возил с жижиками воду. Помнят, как это все происходило. Как в неделю раз на одной улице вода была, на следующий день была в другой улице вода. Чтобы мы не могли даже подавать одновременно в село воду. Одновременно не могли, потому что она уходила в землю. Просто работали насосы на износ, но в землю уходила вода непонятно куда. На сегодняшний день у нас 24 часа вода есть. Качественная, белая. Сегодня реализуется проект канализации. На сегодняшний день освещено село 100%. Модернизированные лампы. Лэдовское освещение, которое уже более экономное. На сегодняшний день у нас тротуар соединяет два наследственных пункта, где могут спокойно наши жители пройти с коляской. Мост, который пришел в негодность, когда были проливные дожди, восстановили. Сегодня абсолютно новый мост. Была произведена работа и в ДК. Была произведена работа на кладбище. Поэтому это комплексная работа, которая была именно на благо населенного пункта. Ведь я всегда говорю, если мы не будем развивать сельскую местность, то тогда тяга у жителей не будет находиться в сельской местности. Поэтому на примере своего села я хотел бы пожелать каждому населенному пункту вот так развивать свой населенный пункт для того, чтобы было и примар, и депутат, и местный совет, и местные жители, чтобы были в одном кулаке, чтобы шли в одном направлении, и они тогда развивали населенный пункт. Ведь это уже не секрет, что деньги любят тишину. Я всегда это говорил. Если у тебя есть порядок и нету лебедь, рак и щука, инвестиции идут на селенный пункт. А если каждый начинает тянуть одеяло на себя и говорит, это я, это я или это я, проще говорить, это мы. Когда ты говоришь, это мы, оно все идет, делается легко. Потому что мы это, знаете, нас много. А когда ты один, ты один. Поэтому я сегодня хочу сказать, что наша команда работала. Надеюсь, что избиратели дадут оценку этой деятельности. И наш населенный пункт дальше будет развиваться. Теперь упор на экологию. Вы сказали, что выделили территорию около 70 гектаров, если я не ошибаюсь. Да, 68. На высадку леса. Что появится в этой зоне еще? Это предварительно пока идут переговоры по этому процессу. Есть проект с поддержкой компании Бимол. Я надеюсь, что мы сможем реализовать этот проект, который озеленит первоначально порядка 10 тысяч деревьев. Уже названы какие-то сроки? Пока нету никаких сроков, поэтому мы идем к этому проекту постепенно. Я вам хочу сказать, что на сегодняшний день Гагаузия первое место занимает по онкологии. И мы должны сегодня на это обращать внимание. И нельзя сквозь пальцы смотреть на это и говорить, что все хорошо. Мы должны понимать, что экология у нас хромает. Поэтому акцент на экологию мы должны ставить. Это все перспективные проекты на будущее. Потому что посадив, я еще раз говорил, дерево сегодня, его результат будет через 10 лет. 5-10 лет, не раньше. Поэтому это все перспективные проекты, которые наперед смотрим. А на сегодняшний день появился диалог и среди депутатов. Потому что депутаты тоже поняли уже, что эта проблема существует. И ее обсуждают все, независимо от партийной принадлежности, от взглядов политических. Потому что мы знаем, что каждый депутат имеет свое мнение, имеет свои политические взгляды. И каждый депутат представлен своим населенным пунктом. У нас 35 депутатов, есть округа, где не один депутат. Поэтому вот эти все проблемы, я уверен, что найдут понимание среди всех 35 депутатов, которые будут, которые есть на сегодняшний день. Потому что когда мы обсуждаем вопрос, связанный с обеспечением воды, сохранением водных ресурсов, никто не критикует. Да, пытаются там за что-то тебе сказать, что-то плохое, но конкретно по закону никто ничего не говорит. Понимая, что этот закон нужен, что его надо принимать, что он актуальный на сегодняшний день, что он даст на перспективу свои плоды. Поэтому мы к этому должны возвращаться, и каждый населенный пункт, если будет давать акцент именно посадке деревьев, сохранение водных ресурсов, заильвание рек, мы должны открывать. И причем этот, не надо только смотреть, он должен начать с буджака и закончиться там светлым. Тогда мы русло реки очистим полностью, и пройдут все населенные пункты. Постепенно надо сегодня решить вопрос с канализацией в Камрате, потому что это тоже загрязнение наших рек. А насколько я знаю, что она не работает в полную мощь, на сегодня мы должны сделать все, чтобы канализация в городе Камрат заработала, чтобы сегодня сети были практически во всем городе. Потому что септики это тоже загрязнение экологии, мы должны знать и ставить акцент на это тоже. Не надо смотреть на то, что да, человеку легко вам скопал септики, септики забыл, правильно, легко, надо этому человеку помочь, пускай он подключится к центральной канализации. И не думает о септике. Тогда мы сохраним и экологию, ведь не секрет, что грунтовые воды, которые в Камрате, это не просто грунтовые воды, ведь у нас вокруг везде септики. Оттуда и появляется вода, грунтовая, чистая, чистая вода. Мы же понимаем, что сегодня очень много это дает минусов. Поэтому если каждый депутат внесет вклад и в развитие вот этих и гагаузи, и в плане того, чтобы экологию беречь, в плане того, чтобы эти проекты, которые мы принимаем, на перспективу дали нам положительный результат, потом пойдем вперед. И тогда, когда хорошие дороги, хорошая экология, и инвестор приходит, тогда идет и развитие населенного пункта. Поэтому и мы стремимся к тому, чтобы развивать населенный пункт. Владимир Михайлович, прошли выборы в парламент страны, у партии пас абсолютное большинство мандатов. Много разговоров в обществе относительно того, как будут складываться взаимоотношения Кишинева и Камрата, как в целом будут в Гагаузи развиваться события на этом фоне. Ваши личные прогнозы, они какие? Я хочу сказать, что сегодня есть уникальная возможность говорить с одной партией, которая взяла абсолютное большинство. Ведь мы знаем, что у нас есть межпарламентская группа, которая работает. Туда входят депутаты народного собрания, туда входят депутаты парламента. И когда касается вопроса в Гагаузи, каждый из фракций, представленных в парламент, говорил, вы знаете, мы за. Да, но наши коллеги по фракции не хотят. Или другое говорит, мы за, а эти коллеги не хотят. Сегодня у нас уникальная возможность и с одной фракцией говорить. Мы сегодня не говорим и не спорим о чем-либо. Мы спорим сегодня о проблемах, которые не только в Гагаузи, они касаются и республику. Поэтому мы ничего не просим, что-то сверхъестественного. Мы хотим, чтобы наш закон действовал, чтобы наши полномочия действовали. И чтобы наш парламент поддержал Гагаузи в этих вопросах. Ведь у нас есть сегодня законопроекты, которые остались в парламенте, которые не рассмотрены. И третий законопроект, который не поддержали, он так и остался не рассмотрен. В первом чтении только рассмотрен. Поэтому есть сегодня законопроект, который подразумевает пять мандатов для Гагаузи. Это изменение в избирательный кодекс Республики Молдова. Где Гагаузи имела бы своих представителей в парламенте путем одномандатной системы у нас здесь на месте. И вот эти все вопросы мы будем поднимать. Мы будем поднимать, мы будем говорить. У нас сегодня в Народном Собрании есть право законодательной инициативы. И я думаю, что мы найдем понимание, ведь нужен диалог. Некоторые говорят, что в Гагаузи какой-то сепаратизм. В Гагаузи нет. В Гагаузи, сегодня Гагаузи, наверное, больше государственники, чем кто-либо. Потому что когда нас обвиняют, они пытаются это сделать для того, чтобы какие-то политические дивиденды взять. Но мы сегодня хотим четко. Есть Гагаузи, есть наши полномочия. Наши полномочия должны работать у нас здесь, в Гагаузи. Все. Мы не хотим ничего больше. Поэтому я думаю, что диалог между именно депутатами парламента и депутатами Народного Собрания будет. Будет. И мы посмотрим, как будет дальше реализовываться наши законопроекты. Мы увидим, как относятся к Гагаузи, как это все будет происходить. Но диалог должен быть. Ну, каким будет диалог, покажет время уже. Вы знаете, я почему-то думаю, что диалог будет хороший. Я не думаю, что кто-то будет сегодня игнорировать Гагаузию и не вести диалог. И не представить своих депутатов в парламентах, в рабочую группу, которая функционирует с 2015 года. И скажу, что я тоже входил в группу эту рабочую. И хочу сказать, что очень даже конструктивный диалог идет. И очень много вопросов поднимается на рабочую группу. Он, кстати, оказался в последний год. Совершенно верно. И самое главное другое, что депутаты, которые входят в рабочую группу, находят понимание. Плохо, что нельзя потом во фракции своей донести, своей фракции и потом поддержать. Ведь если бы законопроекты, обсуждаемые в рабочей группе, носили бы обязательный характер принятия парламентом, была бы совсем другая ситуация. Но здесь, получается, рабочая группа приняла документ, направила в парламент, парламент может его изменить, видоизменить. Это и было с нашими законопроектами, те три законопроекта. Не раз переписывались, изменялись. Вносились изменения, что актуальность этих законопроектов просто терялась. И тогда зачем их принимать, если они не актуальны на сегодняшний день для Гагаузии. Поэтому рабочая группа, работая здесь, принимая законопроект, коль поддержали все представители рабочей группы, оно возвращается в народное собрание. И как законодательная инициатива, только так она попадает в парламент. И тогда они должны ее принять в том виде, в котором предложили депутаты народного собрания. Ведь депутаты не меняют ни одной запятой после рабочей группы. Вот пришло, мы рассматривали ее в том формате, как ее рассмотрела рабочая группа. В таком же формате она попадает в парламент. Но вот в парламент ее уже кромсают. Вот будем надеяться, что законопроекты, принятые в рабочей группе, не будут кромсаться, а будут приниматься именно так, как разработала рабочая группа. Ведь там работали эксперты, представители и ОБСЕ, и СМА, и посольство Швеции. И были эксперты, юристы есть, тоже подключаются к этому вопросу. Довольно интересная работа, когда мы работаем на площадке рабочей группы. Последний год был немножко сложный в плане того, что была пандемия. Но вы знаете, мы находили варианты и работали онлайн. И депутаты подключались, продуктивно работали. И это тоже дало свои плоды. Когда уже официальную встречу делали, после неофициальных онлайн, проходила хорошая встреча, к которой мы принимали решения, которые принимались и на уровне парламента. Принимали законопроекты некоторые в том варианте, который... Рассчитываете на конструктивный диалог и дальше, да? Только на конструктивный, я почему-то уверен, что он будет. Владимир Михайлович, от 1 до 10, как оцениваете работу 6-го созыва? Я хочу сказать, что работу, я оцениваю очень даже хорошо, работу Народного Собрания, потому что очень много было принято законопроектов, которые сегодня на благо Гагаузии работают. Но, к сожалению, некоторые из них приостановлены по финансовым. Причину только 2, это питание детей и освещенное село. Хочется сказать, что очень много вопросов, связанных с контрибуцией, с выделением средств. И я не хочу повторять законопроекты, которые мы приняли, потому что мы... Ну, в целом ваша оценка. В целом я хочу сказать, что, ну, не буду говорить 10, но на 9-8 мы точно хорошо поработали, потому что есть и нюансы, да, где-то какая-то критика есть. Ну, обычно, знаете, как говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает. А ведь мы работаем, и поэтому есть, бывает свои нюансы в работе. Но, что касается законодательных инициатив, законопроектов, которые приняты именно 6-м созывом, постановления приняты, я считаю, что они все приняты на благо Гагаузии. И я уверен, что наши жители почувствуют, именно вот эти законопроекты, которые мы приняли, что они сегодня помогают нашим жителям. Какие законопроекты переходят из этого созыва в будущее? То есть они пока на стадии рассмотрения? То есть законопроекты, которые я вот буквально недавно говорил с управлениями делами, с начальником управления, хочу тоже поблагодарить за такую платформу работы, как бы, что постоянно рядом, постоянно есть помощь. Буквально вот недавно мы разговаривали, чтобы полный список законопроектов, которые остаются, не рассмотрены. И мы хотим саккумулировать всю эту информацию, может даже с каким-то заявлением выйти, чтобы люди тоже знали, владели информацией. Посмотрим, как это все получится. Ну, примерно сколько документов? Я не могу сейчас точно сказать, потому что они есть. А тематика, направление какое? Все, которые у нас есть, вот как раз буквально, говорю, недавно дал задание, именно дать полную-полную расшифровку законопроектов, которые у нас сегодня не приняты или приняты в первом чтении. Каким, на ваш взгляд, должен быть новый седьмой созыв Народного собрания? В первую очередь, в первую очередь, он должен работать на благо Гагаузии. Он должен сегодня не делить на своих и чужих, а работать сообща, без криков, без критики, необоснованной критики. А чтобы работали на благо Гагаузии, потому что именно когда есть спокойствие в законодательном органе, тогда есть спокойствие в исповедении во власти. Если есть понимание, а в последнее время есть понимание среди депутатов, тогда только пойдет Гагаузия вперед, тогда придет инвестор, тогда пойдут инвестиции, законопроекты будут хорошо приниматься, законы будут действовать, и развитие Гагаузии будет. Поэтому я желаю всем кандидатам в депутаты Народного собрания удачной предвыборной кампании, чтобы она была без грязи, чтобы были объективные предложения, чтобы это была борьба команды, это было предложений, программ, но не манипуляций, подкупов и вот этих всех нехороших вещей. В первую очередь хочется, чтобы жители выбрали себе достойного представителя своего населенного пункта или своего округа в городах. Это в первую очередь хочется пожелать. Оптимистично настроено вы Владимиром Павловичем? Только так. Я уверен, что так оно и будет. Жители дадут свою оценку, каждый видел работу своего депутата, каждый знает, кто баллотируется. Если человек со своего населенного пункта, каждый его знает. Не касаясь темы предстоящих выборов, Владимир Михайлович, ваше обращение к жителям автономии? Я в первую очередь хочу пожелать всем нашим жителям здоровья, чтобы они смотрели в будущее с поднятой головой и уверенно шли вперед. А руководители региона должны помогать нашим жителям, чтобы они были подпоркой для наших жителей и точно так же развивали Гагаузию вместе с нашими жителями. Владимир Коса, председатель Народного собрания Гагаузии, стал гостем программы «Диалог в студии». Владимир Михайлович, я вас благодарю за участие в нашей программе. Также благодарю наших слушателей и телезрителей, которые оставались с нами это время. Желаем всем всего доброго и до скорых встреч в эфире Гагаузского радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин